Сегодня у нас в столу легкий завтрак, он же легкий перекус под названием смузи-болл. И свое прочтение этого популярного блюда сегодня представляет Катя Пашнина, архитектор, дизайнер, фотограф, сторонница правильного питания и совладелица магазина правильных продуктов. Итак, Катя, из чего сегодня будет смузи-болл? Мы будем делать смузи-болл из банана, кокосового молока и вот такого вот порошка питания. Это порошок фруктов из плодов в Питай, он очень полезен. Сейчас, особенно когда гуляют вирусы, суперфуды все очень нужны нам. Откуда взялось это блюдо смузи-болл? То есть смузи-болл это коктейль, а смузи-болл это какое-то прочтение... Это уже такое балийское блюдо, которое подается в кокосовых чашечках с фруктами. Мы тоже добавим фрукты, орехи, красивый завтрак или красивый перекус, который кушают на Бали. А то есть оттуда все... Да, индонезийское. Оттуда растут ноги. Да. А я думала, а боул это от слова Бали или от слова чаша? Ну, боул, да, чаша. То, что подается в чашке вот в этой вот, в кокосовой половинке кокоса. Итак, чистим банан. Еще его режем. Добавляем кокосовое молоко. Кокосовое молоко это переработанная мякоть кокосового ореха. Так, добавляем порошок питай, 2 чайные ложки. У нас сейчас будет такой красивый цвет. Будет красота. Друзья мои, я напомню, что телефон можно брать на кухню, только если он продезинфицирован. Потому что это тот еще источник заразы. И я вот свой продезинфицировала, поэтому снимаю. И возвращаясь к порошку питая, он какой-то вкус имеет или это чисто... Я говорю, нет, есть немножечко вкус фруктовый. Потому что это самая питая. Но самая питая же тоже не особо, да. Поэтому вот чисто для витаминизирования. Смузи для каких-то продуктов. Ну и для такого красивого цвета. Хотя мы вот сейчас себя на мысли поймали, что в принципе несколько капель свекольного сока. Если мы говорим о таком вот эффекте. О цвете, то можно, да. Калористическом. Или несколько ягод размороженной смородины. Да. Тоже такой цвет дает. Так, ну что мы, выливаем. Какая должна консистенция получиться? Такого кефира? Кефирчика, да. Так, и добавляем чия. Расскажи, пожалуйста, про чия. Чия это вообще мой самый любимый продукт. Это тоже полезные жиры. И я каждое утро добавляю в молоко, допустим. В тоже кокосовое или в миндальное, фисташковое. И получается такое перемешиваю. Получается, они набухают. И те пудинги вот делают. Манго можно добавить, пюре или ягоды какие-то. И такой достаточно сытный, насыщенный жирами полезными завтрак. Это зла, да? Да. Так, добавим орешки. И вот так мы выкладываем на красоты полосочки. Да. Не только вкус, но и красота. Катя, почему вот ППшники, да, сторонники правильного питания, они так называют голубику? Что в ней такого есть? Она самая, в ней минимум сахара. То есть она, у нее низкий гликемический индекс. Поэтому ее можно есть, ну, в принципе, там, в любое время дня практически. И не бояться, что у тебя поднимется инсулин. Буквально 5-7 минут занимает приготовление этого блюда. Это включая мытье миксера за собой и мытье, и высушивание ягод. Катя, какие еще могут быть варианты на тему смузи-болла? Если вот не банановая основа, то какая еще? Кокосовое молоко, в принципе, с любыми ягодами, не обязательно банан. Орехи туда можно также раздробить. Это может быть хоть что. Ну, пока это такой легкий десерт, он же легкий завтрак. Приятного аппетита. Экспериментирует.